привет резчики краснодеревщики сегодня я хочу закончить картинки с текстами которые я начал то есть к ним нужно сделать рамки как я говорил они будут корявые для этого у меня есть елка не буду ее брашировать но вот задача у меня сломался станок трехоперационный там циркулярка пуганок и рейсмус и я из торцовки сделал циркулярку то есть торцовка осталось а сверху еще и сделал такую циркулярку для как раз таких случаев нужно отпилить а нечем я вам сейчас покажу ее еще раз кто не видел вот моя торцовочка сверху циркулярка и вот такая вот доска я ее уже разметил хочу на четыре части распилить чтобы сделать рамки вот к этим картинкам и картинкам от табличка можно так сказать надписям текстом я сделал кое-какие размеры тут что мне нужно в общем две штуки на 57 две штуки на 50 и 4 штуки на 40 будут рамки из елки смотрим продолжение а 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 у у а Субтитры подогнал «Симон» Дерево на рамку Сейчас что я делаю? Очень просто Приставляю эти бруски со всех сторон нашего текста И выставляю примерно идеально, даже не нужно Здесь классно получилось Выставляю, чтобы эта картинка влазила впритык Чтобы можно было ее на клей посадить В некоторых местах она будет соединяться с рамкой И будет ложиться на клей Сейчас я ее выставил И карандашиком обчерчиваю Где мне нужно углублять С одной и с другой стороны Так, чтобы со всех сторон Эти бруски торчали на 5 сантиметров Собираю рамку Приступаем к резьбе Отмечаем те места, где у нас будет рамка касаться полотна Чтобы там не срезаться Убираю в борьбу Собираю и тяapa Убираю стол Собираю с лепочками Использую сантиметр Собираю листик Показать Собираю с лепочками Продолжение следует... 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 Потом беру... Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Должна она получиться В итоге вот как это Здесь чопики у меня стоят по углам А здесь нету Я скорее всего здесь буду вязать канатик Вот здесь отлично видно как тень падает Можно такую рамку делать строгую без вот этих вот резакон когда я обрабатывал такие вот вмятины можно чтобы она была строгая брошировать тоже будет красиво но я же хочу получить такую рамку корявую Одна готова сейчас буду брошировать вторую потом покрывать покрыл рамочки морилкой в моем случае это марганцовка да обычная марганцовка сухая я развожу ее с водой когда надо светлее когда надо темнее очень простой способ один опытный резчик корявил как ты пользуешься морганцовкой она выцветает ничего подобного если дома висит работа а эти работы как раз для дома они держатся сохраняют свой цвет по крайней мере работы в 10 лет остались такими же может зависит от качества марганцовки я не знаю но по крайней мере у меня все держится цвет это поменьше а это побольше сейчас останется им подсохнуть и сверху пройти наждачкой сделать выделение белого цвета и темного и вот пазики для ссылочек сюда вклеятся ссылочки будут картинки вот и наступил долгожданный момент когда мои картинки уже закончены как я говорил я поставил их в рамки рамки сделал немножко темнее чтобы подчеркивали картины вернее не картины тексты вот мои ссылочки ссылочки вырезал из липы покрыл морилкой и шлифанул такой момент насчет покрытия липы вот здесь просматриваются такие как бы полосочки ну для моих работ особо это не влияет потому что в таком в таком стиле они выполнены что это как бы даже дополняет такой вид старины но что касается липы покрытия липы те кто сталкивается с этим впервые я хочу сказать что липа очень сильно в себя впитывает морилку и если потом шлифовать то остаются такие полоски и видно что они уходят вглубь поэтому это нужно учитывать когда липа покрывается морилкой а в остальном все отлично поставил я канатики которые как бы скрепляют на самом деле это для декорации сделано вот как получилось браширование сейчас возьму свет чтобы светотень так сыграла вот они ступеньки все что темнее уходит вглубь вот с торцов то же самое щеточка мягкие волокна съедала а которые более твердые они остались на поверхности и поэтому он когда я проходил со сверху наждачкой наждачка за их зацепила и сняла морилку они остались белыми а внутренняя часть мягкое волокно она так же впитала морилочку и осталась коричневым и вот здесь видны ступеньки вот ступенечки прямо суперские такие все отлично видно больше я ничем не покрывал я лаками не работаю я лаками наработался уже однажды покрывал лестницу на второй этаж ступеньки вагонку потом неделю лежал с отравлением в общем с лаками я не дружу поэтому пользуюсь если надо только восковой мастикой которую делаю сам на основе скипидара и воска поэтому эти картинки они не покрыты морилка и шлифовка и все может покрою их воском не знаю если не уйдут до этого времени но большая часть моих работ уходили именно в таком виде были даже клиенты которые просили не покрывай их ни лаком ничем пусть резьба остается резьбой так что вот так подписывайтесь на канал если вам не трудно а я знаю вам не трудно поставьте лайк пожалуйста можете оставить комент как вы видите эту работу можете спрашивать я отвечаю на каждый комментарий всем спасибо за просмотр до новых встреч с вами был канал творческая мастерская субтитры